Приветствую вас и поскольку про юридический аспект вам уже сказали, то мне бы хотелось затронуть аспект психологический и соответственно сказать о том, что какие могут быть мотивы у вашего бывшего мужа отсудить у вас ребенка, дочку. Если вы говорите, что он отсудил, значит было вынесено решение сюда о запрете вам общаться с ребенком. Видите ли, бывший муж может быть к вам субъективен, в силу вашего общего прошлого, в силу отношений, в силу чего-то еще. Но вы постарайтесь понятно, что судья и его решение основывалось не на отношении к мужу, а на том, как реально обстоят дела, на том, как фактически имеют место быть ваша отношения с девочкой. И вот на чем основывается судья, какие он использовал доказательства для принятия такого решения, вот это и нужно с вами разобрать. Почему судья посчитал правомерный запрет на общение с дочкой к вам? Что его сподвигло? Это нужно выяснить, выявить и постараться устранить. Если устраните причину, по которой судья вынес такое решение, то можете его это решение обжаловать. И следующий судья, другой судья, увидев, что вы причины, позволяющие органам запретить вам общение с дочерью, устранили, вернет вам ее и снимет соответствующий добре. Но для этого необходимо прилагать усилия, для этого необходимо стараться что-то сделать, стараться изменить себя, стараться поменять что-то в своем поведении. И первое, с чего стоит начать, это конечно же сознание своих ошибок. Какие ошибки вы совершили, что было неправильно в вашем поведении, вот это можно выяснить. И сделать вам это можно как самостоятельно, если вы можете справиться с этим, так и с помощью психолога, если появится желание. На этом все, надеюсь, что помог вам. Не теряйте надежды, все можно исправить, все можно изменить. Главное стараться иметь четкую цель и к этой цели идти с упорством и терпением. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Спасибо.